Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ввиду того, что текст достаточно объемный, я буду читать и давать комментарии. Здравствуйте, мне нужна помощь. Ну, давайте уточним, помощь в чем. У меня отношения с молодым человеком уже девятый месяц. Что между вами общего? На фундаменте чего вы устраивали отношения? На что вы опирались? Что вас объединяет? Первые полгода все было хорошо. У кого? У вас, у него. В каких-то моментах я просто знала. Где-то была по-настоящему счастлива. Считаете ли вы, считаете ли вы, что то, что вы предпочитали ждать, это хорошо? Считаете ли вы, что то, что вы где-то были счастливы, это хорошо? Нет, понятно, что счастье это такая история, которая не может быть постоянной. Счастье это такая штука, когда все меняется. ну, меняется то одно, то другое, меняется. Но от чего зависит ваше счастье? Я впервые в жизни влюбилась очень сильно. Ну вот, жалко, что вы не пишете свой возраст. А если бы вы написали свой возраст, это было бы интереснее и было бы точнее. Но то, что вы влюбились очень сильно, то есть я влюбилась очень сильно, ну, наводит на мысли о некоторой идеализации человека, о некотором вложении в человека, чего-то своего. Мне было не важно, богат ли он, где есть, где жить. У меня достаточно финансов, чтобы обеспечивать себя. И опять же, в любом, ну, не в любом, в другом случае, я бы сказал, что это действительно любовь. Но в вашем случае, с учетом всего того, что вы пишете пост, это похоже больше на на самом деле идеализацию. Вы вроде бы говорите, что неважно, богат ли он, есть где жить, но в то же время вы говорите, что я городская, что в посылке мне неудобно. Вы говорите про долги, то есть как-то здесь вот противоречие. У меня достаточно финансов, чтобы обеспечивать себя. Опять же, вы говорите, что вы обеспечены. Хорошо. Зафиксируем это. Понравилось его человеческое отношение ко мне. И здесь есть интересный момент. Дело в том, что вопреки расхожему мнению, смотреть на отношение человека к себе весьма сомнительное основание для того, чтобы устраивать отношения. Нет, понятно, что отношение должно быть хорошим, адекватным, уважительным, но важнее все-таки то, как вы относитесь к человеку, что вы к нему чувствуете. А так получается, что влюбляетесь вы не в человека, а в его отношение к вам. А отношение может быть разное. Не хочется как-то утрировать или быть понятым двусмысленно, но, например, у убийц, у маньяков у них ведь есть хорошее отношение к тем, кого, например, они любят. Это на самом деле хорошее отношение, но это не делает этих людей не убийц, да? Напротив, эти люди продолжают таковыми оставаться, а не продолжают оставаться убийцами. То есть отношение человека к кому-то ничего не решает. Отношение человека к кому-то может быть разным. Понимаете, да? То, что вам понравилось человеческое отношение к себе может свидетельствовать о том, что вы к себе относитесь как раз-таки не совсем по-человеческому. Он во многом не помогал с психологической точки зрения, я стал увереннее в себе и поднялся на оценку. Для этого есть психолог. В отношениях помощь не должна являться приоритетным. То есть понимаете, на чем базируются ваши отношения? Какой у них фундамент? Это его человеческое отношение к вам и психологическая помощь. А он психолог? Поднялась ли у вас действительно самооценка и стали ли вы действительно увереннее в себе? Или это вы все почувствовали только пока были рядом с ним? Судя по тому, что вы описываете. Второй вариант. Характер у него сложный. Что это значит? Есть долги. А этого к чему? Я изначально этого не знал. То же самое. К чему это? Один раз занимал деньги, потом отдал. К чему опять же вы это? Летом с официальной работой перешел к другу в бизнес. Снял квартиру недалеко от меня. С бизнесом не сложилось, я подтолкнулась, чтобы ушел обратно на официальную работу. Но помимо того, что здесь какая-то родительская позиция, еще и присутствует противоречие. Вы говорите, что вам все равно, богат или он, если где ему жить, но подталкивает его вернуться на официальную работу. Говорить о долгах. Странно. Он вернулся туда, сказал, что за квартиру больше платить не может, и уехал к себе домой в поселок. У него со всем счастный дом. А это вы опять же к чему? Когда снимал квартиру, я часто приезжал к нему, долго привыкал к месту, но привыкла. А безусловно, есть люди, которые долго привыкают к новому месту. Это правда. Вопрос заключается немножечко другу в другом. Для вас это было жертвы или вы это делали, потому что так хотели? Привозил ему еду, мы проводили вместе вечера, укрывало его одеялом, гуляли вместе, смотрели фильмы. Ну, помимо все того же вопроса «это вы к чему?» хочется сказать, что с одной стороны вы вроде бы о нем заботитесь, в то же время в общей картине вашего текста это вновь выглядит как родительское поведение. Материншка. Теперь этого всего нет. И все для вас это значит. Последние месяцы два мы сильно ругаемся. Давайте не мы сильно ругаемся, а я сильно ругаюсь. Я. Давайте все-таки с позиции личной ответственности здесь говорить. Я сильно ругаюсь. То есть я выбираю способ обратиться со своими переживаниями через ссору. А что это за переживания? Я видел его раз пять за весь этот срок. Вы имеете ввиду за весь срок когда он уехал в посолок. Он говорит, что работает много и ему некогда. Объясняет, что когда есть свободное время, сразу ко мне. Но я изначально наших отношений увидела раз в неделю. Мне не хватало. Говорилось, что хочу больше, но мы не ругались. Вот вы говорите, мне не хватало, я хочу больше. Вам не хватало чего? Откуда и с чего эта нехватка проистекает? Из ценностей? Из внутренних потребностей? Если первое, то вам этот человек не подходит, у него другое видение. Если второе, то это можно решить, вы будете меньше нуждаться. Ответьте себе честно на этот вопрос. Тем не менее, странность заключается в том, что если вначале было так, откуда надежда, что что-то изменится? Вы пишите, мы не ругались. Опять же, нет, мы. я не ругалась. Вот как-то вы выбирали другой способ обратиться со своими переживаниями. Какой? Да, человек не слышит вас, что вы говорите ему, что хотите больше. Совершенно ошибиться, что не слышит. Как вы к этому относитесь? Летом должна была лететь, очень долго ждала отпуск, откладывала весь год. Из-за его осуждения и каких-то переживаний, что еду одна, не поехала. Что это? Это нарушение личных границ, это жертвенность, это чувство вины, и вы говорите, что вы стали увереннее в себе, что вас подняла самооценка. Потом мне было очень плохо. Я работаю репетитором, я полностью выгорела, мне нужен был этот отдых. То есть я знаю о выгорании я, это то, что отдыхом выгорание не решается. То есть я знаю я, это то, что выгорание происходит вследствие опять-таки нарушения личных границ. Отдыхом это не решается. Это решается психотерапией. Изменение подхода к работе может быть повышение квалификации но не всегда. Но не отдыхом. Никак не отдыхом. То, что вы выгораете на работе это ваша проблема. Не в том смысле, что это ничего не стоит, а в смысле, что это ваша проблема, которую вам нужно решать. в итоге я просидел месяц дома, вынуждена была выйти на работу, чтобы совсем не зайти с ума от скуки. Кроме работы вам нечем заниматься, у вас нет хобби, у вас нет своих интересов. вырисовывается картина того, вследствие чего может быть ваше выгорание. Я очень сильно на него обиделся из-за этого. Детская позиция обида, перекладывание ответственности и снова ожидание. Ведь это ваш отдых. это ваше жизнь. Это ваше решение поставить его осуждение себя выше того, что хотите вы. Это ваш выбор. Через какое-то время он сказал, что больше так не будет. Я могу ехать куда захочу, не будет думать, что я изменю или со мной что-то случится, но у меня уже не было денег и времени чтобы ехать. Про деньги здесь интересно. Особенно учитывая то, что не очень понял я куда их попрасили, то есть куда они пропали эти деньги. Ну, по крайней мере, вы не написали, вы написали, что вот вы долго откладывали, вот вы не поехали, что с деньгами. Но это разве не противоречит тому, что вы пишете, что вы финансово обеспечены? или под финансовой обеспеченностью вы понимаете постоянный источник дохода? Постоянный источник дохода это не финансовая обеспеченность, это просто постоянный источник дохода. Вы пишите, он написал, что не будет больше думать о том, изменю ли я и так далее. То есть он не уверен в себе, он переносит свои страхи на вас, а вы принимаете это и позволяете этому на себя влиять из страха быть брошенным. Вероятно. Это помимо того, что нельзя просто взять и перестать о чем-то думать. Потом нашел переписку с моим знакомым, которого я попросил привезти восточные сладости. каким образом он нашел. Что значит нашел. Закатыл мне истерику самое обидное, что я ничего такого не делал. Опять обидно. Снова обидно. Снова перекладывание ответственности. Здесь подразумевается то, что прося у знакомого привезти восточные сладости, вы чувствовали себя виноваты. Перед молодым человеком. нет, умом вы понимали, что делаете все правильно. Умом вы понимаете, что действуете абсолютно нормально. И я с вами солидарен. Но вот по чувствам выходит так, что была вина. Отсюда обида. Обида возникает еще и тогда, когда вы с собой жертвуете. Черезмерно. Мол, я столько для тебя делаю, а ты мне сцены закатываешь. Ревность. Дальше. Я очень обиделась. Опять же, что вы вкладываете в эту фразу, я очень обиделась. понимаете ли вы, например, что это значит? Хотите ли вы это изменить? Ну, в смысле, перестать обижаться. Мы не разговаривали и снова нет. Я не разговаривала. Я выбирала не разговаривать. Понимаете? Это такой способ обратиться с вашими переживаниями. Вопрос заключается в том, хотите ли вы по-другому? Прошло какое-то время, я первый позвонил и примирялся. Во-первых, что изменилось, что вы первые позвонили? Во-вторых, что вы вкладываете в примирение? Ведь примирение это означает какие-то выводы, какие-то решения. Какие выводы и решения были здесь? Договорились встретиться, поехать в парк. Вот здесь договорились да. Поступило предложение, вы согласились, согласились или отказались, здесь уместно сказать мы. В итоге в машине опять начался вынуть мозг по поводу того знакомого. Я не выдержала и вышла. Отчего не выдержали? Вот буквально чего не выдержали? У меня защемило сердце, болело весь день, я пытался гулять, успокоиться, не получал. Стресс да. Но что есть стресс? Вечером звонила парню 18 пропущенных, мне плохо, не могу успокоить себя, трубку не берет. А что происходит? Отчего плохо? Позже сказал, что просто бросил телефон под кровать, ему было пофиг, все как в тумане, я перестал следить за собой, дома бардак, лечу работы, иногда спасают, пытаясь гулять, отвлекаться от мыслей, выходить из дома. Опять же, нет ощущения, что у вас кроме работы есть какой-то способ реализации, такое ощущение, что у вас нет друзей, и такое ощущение, что вы эмоционально от человека зависимый. Эмоциональная зависимость корректирует и корректируется психотерапией. Прошлой неделе он позвал к себе в гости в деревню, я с обидой поехал к нему. Снова жертва, снова вы с тобой жертвуете, снова вы делаете как бы одолжение человеку, это первое, а второе, это то, что вы обратили внимание, как вы бережно относитесь к своей обиде, как будто бы обиды для вас это единственный способ о себе позаботиться, токсичный способ, отравляющий способ, но получается единственный. Он сказал, что хочет, чтобы я приезжала к нему в деревню, когда захочу его увидеть. То есть парень плавно делает так, что все встречи зависят от вас. И как вам? Но мне туда очень долго ехать без него животных, у которых не аллергия, от них запах, который я не выношу. Все вполне понятно. но вот здесь противоречие с тем, что вы пишете «Мне все равно, богатен или нет, есть ли где жить». То есть вы пишете вот так, а теперь вы пишете вот так. Противоречие. Из речи я поняла, что ему нужна девушка, которая будет с ним жить в этом доме в его поселке. «Я не хочу, я городская, и мне тяжело». Более чем понимаю. Вот только как это соотносится с тем, что вы говорили до этого? «Вчера написалось, что мне тяжело, и я не приеду к нему в гости с ночевкой. Я знаю, что для него это важно, но я не могу». И опять же здесь я уверен, что есть чувство вины. Он обиделся. «Ну, вы оба обижаетесь, это способ манипуляции». У меня снова заболело сердце, я на эмоциях выпил. Есть ощущение, что вы бежите от боли. Есть ощущение, что вы бежите от чего-то, что вызывает боль. Боль вызывает сдерживание определенного чувства. Только вот какого. Звонила. Он снова не берет. Хотя до этого я его попросил, чтобы он отвечал во время сорв. Так у меня начинаются проблемы со здоровьем. Не кажется ли вам, что это попытка поменять человека? Ну, то есть в смысле человека с сорвиса и так уж, получилось, что после ссоры он не может общаться, не хочет общаться. Такие люди есть. Вы ему говорите, ну ты себя сломай и отвечай мне. ваше здоровье это ваша ответственность. И коль вы о своем здоровье позаботиться не можете, судя по всему, почему это должен делать другой человек? Нет, другой человек, конечно, может это сделать. но вот захочет ли большой вопрос. И самое главное, готовы ли вы поставить свое здоровье на рулетку воли другого? или проще обидеться, когда ваши ожидания не оправдаются. Уже не стала названивать, написала сообщение, напилась и уснула. Избегание, ну, как я уже говорил, избегание, в смысле того, что выпилась. Утром увидела, я сказал, что я не в настроении, ты меня обидела, жди, когда остыну, я позвоню. С одной стороны, это, конечно, манипуляция, насчет обидел, с другой стороны, честное выражение того, что ну, не в настроении человека. Вот он такой. И вы его таким не принимаете, потому что просите себя ломать. Так же, как ломаете себя, но если вы себя ломаете, это ваш выбор. Другой человек такого может не совершать. Я запутался в отношениях, а вы не запутались в отношениях, вы вообще не запутались, вы себя просто не слышите. Парни я очень люблю, но любовь подразумевает безусловное принятие, вы его не принимаете, поэтому говорить о любви, ну, на мой взгляд, пока невозможно. Вы от него эмоционально зависимы, это правда, но это не любовь. Происходит что-то непонятное, происходит понятное, просто вы запрещаете себе на это реагировать. Летом жили вместе, все было более-менее нормально. Ну, что такое все, что такое более-менее нормально, непонятно. С учетом того, что более-менее есть ощущения, что я где-то ждала, как вы вначале написали, и есть более-менее нормально. Так вот, ждать ненормально. У него нет денег, и вы говорите, что вам не важно, богат он или нет. Время со мной проводится редко, и это его выбор. Вопрос в том, устраивает ли это вас. У меня начала болеть грудь и сердце из-за него, не из-за него. Это перекладывание ответственности. Сердце и грудь у вас болит из-за стресса. А стресс возникает вследствие того, как вы обращаетесь со своими переживаниями. Я уже полгода бегаю по врачам. Это не мудрено. Дело в том, что бегство по врачам это попытка компенсировать внимание к себе. Вы хотите внимания, вы получаете внимание от врачей. Это истероидное поведение. Вы не больный, у вас нет истерии. Истероидность является нормой, но тем не менее. Это она. Потребность во внимание. Вторичная выгода. То есть вот сейчас я обижусь, мне будет плохо, и я получу разрешение о себе позаботиться. Мамолог сказала, что все от стресса и мне нужно меньше переживать. Эти отношения сильно сказываются на моем здоровье. Я просто не знаю, что мне теперь делать. давайте определимся так. Что вам делать, чтобы что? Это не отношения сказываются на вашем здоровье. На вашем здоровье сказывается то, как вы обращаетесь с собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.